Америка позволит восьми странам покупать иранскую нефть после введения санкций против Ирана, пишет Блумберг со ссылкой на представителя администрации президента. Журналист Ник Ватхамс напоминает, с 5 ноября вновь начали действовать санкции США против энергетического сектора Ирана. Вашингтон усилил давление на покупателей иранской нефти, потребовав отказаться от поставок из ближневосточной страны. Тем не менее, 8 стран останутся в стороне от этого требования, среди них Япония, Индия и Южная Корея. Цитата. Китай, ведущий импортер иранской нефти, все еще обсуждает США условия, но уже входит в эту восьмерку стран. По словам двух человек, знакомых с обсуждениями, которые также просили не называть себя, оставшиеся четыре страны не указываются, говорится в материале Блумберг. По данным агентства, США и Индия достигли договоренности о том, что индийские нефтяные компании смогут закупать ограниченный объем нефти у Ирана. Так, до марта 2019 года импорт не должен превышать 1 миллион 250 тысяч тонн в месяц. Самые состоятельные люди планеты еще никогда не были так богаты, как сейчас. В чем причина, попытался объяснить экономист Фредерик Фара на страницах французского издания Атлантико. Когда говорят о кризисе, пишет Фара, можно подумать, что все находятся в одной лодке, что кризис бьет по всем и что все становятся беднее. Ничего подобного, утверждает экономист. Большинство западных стран, даже те, где на вид царит относительное равенство, как в Швеции, изменили свои налоговые системы и сформировали ситуацию, при которой идет распределение богатств от наименее обеспеченных к самым богатым. Цитата. Стоит отметить хотя бы уменьшение налогов для самых богатых от Буша младшего до Трампа, фискальные меры во Франции, изменение системы в пользу самых богатых при президенте Макроне. Политика в сфере ликвидности, которую проводит Европейский Центробанк с 2012 года, тоже способствует неравенству, говорит Фара и далее заявляет. Европейские союзы США практикуют так называемую защиту богатства. Она задействует законы и государственные институты, чтобы не оказаться под ударом. Экономист признается, его беспокоит упадок легитимности мировых демократий, которые не смогли прочертить границы перед разрушительным и неравным капитализмом. Социалистические и левоцентристские партии исчезают по всей Европе. Нет более явного символа их провала, чем их неспособность побороть неравенство. Что еще хуже, все это делается под предлогом экономической эффективности. В заключение автор напоминает читателям. Вопрос равенства опирается на разделение на правых и левых. Фредерик Фара надеется, что будущие левые политики вспомнят об этом. Издание «Аутсайд» впервые рассказывает о трагедии, произошедшей в американском Портленде 32 года назад. 11 мая 1986 года во время снежной бури в горах погибла группа школьников и преподавателей. Что произошло на самом деле, рассказал автор материала Пол Стутоний. В Орегонской епископальной школе существовала традиция. Все без исключения старшеклассники должны были покорить вершину Худ, высота которой 3429 метров. Учеников готовили к восхождению за несколько месяцев, но в назначенный день глава экспедиции опытный альпинист Томас Гомен не учел погодных условий. Метеорологи предрекали мощный буран. Несколько школьников успели вернуться на базу из-за состояния здоровья. Остальные же продолжили путь, где их и застала буря. Цитата. Из-за сильной метели группа с трудом видела дальше 6-10 метров. В такой ситуации двигаться вперед, ведя за собой подростков, очень рискованно. Команде удалось спуститься на высоту 2499 метров и найти расселенную в леднике. Я решил, что лучший вариант — это копать. Так что я начал выкапывать снежную пещеру, вспоминает выживший инструктор Ральф Саммерс. Пещера смогла вместить лишь 6 из 13 человек. Дети грелись по очереди. На третий день спасательной операции пещера была обнаружена. Выжили двое учеников, а также два преподавателя. Когда история получила огласку, писатели и сценаристы пытались приобрести права на создание произведений по мотивам трагедии. Однако представители школы заявили, что не дадут возможности наживаться на боли и страданиях семей. Традицию восхождения с тех пор решено было отменить. Эксперты из организации The Global Challenges Foundation перечислили 9 самых вероятных сценариев гибели человечества. Подробности у журналистки Newsweek Кашмиры Гендер. На первом месте в списке ядерная война. По оценкам экспертов, ее вероятность сейчас выше, чем 10 лет назад. Она не только может привести к человеческим жертвам, гибели городов и лучевой болезни, но и спровоцировать мини-ледниковый период. Далее автор статьи перечисляет другие возможные угрозы. Дешевое сегодня биологическое и химическое оружие, изменение климата, при котором прибрежные города уйдут под воду. Среди угроз также коллапс экологической системы, пандемии, столкновение Земли с астероидом, извержение супервулкана, солнечная геоинженерия и искусственный интеллект. Субтитры создавал DimaTorzok